В это время рейтинга «Единая Россия» опустился до 15%. Это следует и из опроса Левады Центра, который признан в России тоже иностранным агентом. И именно 15% москвичей готовы голосовать за партию власти на предстоящих выборах в Государственную Думу. Рейтинг «Единой России» среди москвичей обвалился еще в декабре прошлого года и все это время находился на минимумах. Хотя еще в 19-20-м годах за нее готовы были отдать голоса примерно четверть населения Москвы. Соответственно, падение практически двукратное. Также в 21-м году упали показатели и у КПРФ, и у ЛДПР. А вот у «Яблока» и «Справедливой России» наблюдается небольшой рост. Стоит также отметить, что лишь 40% москвичей знают, когда пройдут выборы в Государственную Думу. Из них только половина готова голосовать, остальные еще думают или напрочь отказываются. У нас на связи социолог Григорий Юдин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот чем вы для себя объясняете такое резкое падение? Вроде бы ничего «Единая Россия» такого специального в этот раз отдельного не делает. Это такое планомерное политическое какое-то развитие вот в ту сторону, в которую она и двигалась и раньше. Что произошло? Если мы говорим сейчас про московский опрос, который сделала Левада Центр, то тут нужно несколько предварительных вещей сказать. Скучных, но тем не менее. Во-первых, это уличный опрос, это очень ненадежный метод. И там недавно делались уличные опросы по Москве, которые дали другие результаты. Во-вторых, там небольшая выборка, поэтому там плюс-минус 7% можете спокойно добавлять, вычитать. Ну и, наконец, 15% это же от всех опрошенных. А если мы посмотрим на процент от тех, кто готов, там собирается голосовать, то у них сейчас 28. Это ниже, чем у них было в 2016 году, там у них было 38. Ну, так как бы еще и есть время на то, чтобы какое-то количество людей так или иначе помобилизовать на голосование. Поэтому я пока не вижу большой катастрофы здесь именно по Москве или Единой России. В то же время, понятно, что действительно, если говорить по большому счету, конечно, Единая Россия не популярна. Особенно не популярна в больших городах, там, по массе причин, она давно не популярна. И эта ситуация для нее только ухудшается. Так что, да, в общем, ей придется, по-видимому, использовать какие-то жесткие мобилизационные методы для того, чтобы добиться результатов, которые ей будут сказано добиться. А жесткие методы это что? Это вбросы, карусели? Что это такое? Ну, вбросы, карусели это как бы самый плохой вариант. Если у вас ничего больше не получается, вы делаете вбросы, карусели. Желательно вбрасывать не бюллетени, а живых людей. Это значит, что вам нужно заставить людей прийти на избирательные участки и так или иначе убедить их в том, что им нужно голосовать за Единой Россию. И мы вот сейчас видим все эти механизмы административного принуждения. Они в прошлом году резко увеличились в целом в ряде регионов. И вот сейчас мы видим там уже на этих, так называемых, праймерис Единой России, что они вовсю включают. То есть уже там, скажем, школа сейчас... То есть такое тестирование идет в сети иммобилизации. Когда учителям сейчас рассказывают, что они должны заставить родителей поучаствовать в праймерис Единой России, то они тем самым проверяют, насколько удастся действительно эту сеть задействовать во время выборов в сентябре. А насколько вообще эффективна эта принудительная стратегия, что ли? Ну вот неужели учителям удастся заставить родителей участвовать в праймерис? Трудно поверить. Отчасти удастся. Посмотрим, в какой степени. Отчасти удастся. К сентябрю давление возрастет. И, в общем, это еще будет какой-то процент давать. Где-то это не будет работать. Придется вбрасывать. Ну, мы знаем, что правила сейчас сильно облегчились, которые позволяют сбрасывать гораздо больше. Это трехдневное голосование, в общем, разные вспомогательные формы, которые затрудняют контроль. Так что, ну да, хотелось бы, конечно, заставить как можно больше людей. Причем еще желательно заставить так, чтобы они не пришли и не показали фигу, не проголосовали за КПРФ. Но если не получится, значит, придется вбрасывать. Но все-таки вот эти вот цифры, вы говорите, что они очень приблизительные, но все равно они определенный тренд отражают. Можно ли сказать, что «Единой России» придется все-таки искать какие-то избирательные, изысканные, какие-то сложные методы политической борьбы использовать, кроме принудительных? Есть ли у вас ощущение, что политтехнологи, которые работают на эту партию, пытаются в том числе и привлечь методы серьезной политической борьбы, найти более конкурентоспособных политиков и так далее? Или вообще вот эти вот легальные политические методы, они полностью отбрасываются? Нет, но если мы говорим, скажем, про Москву, то в принципе в разных регионах дело обстоит по-разному. Если мы говорим про Москву, то там вот сейчас идет, ну, собственно, уже состоялся фактически подбор кандидатов от «Единой России». И они, ну, в целом, там есть разные решения, но в целом были, в общем, выбраны так, чтобы сильно не раздражать московскую аудиторию, легко взбесить «Единой России». Поэтому постарались поставить более-менее таких мягких людей, которые ни в чем там серьезном себя не запятнали, желательно с какой-то такой социальной благополучной репутацией. Так что, да, они пытаются как-то этот антирейсинг потихонечку сглаживать. Но в Москве «Единую Россию» не любят, поэтому им придется все равно, в общем, силой заставлять за нее голосовать. Где та критическая черта, критическая цифра, после которой вот этот вот метод насилия над избирателем будет уже неэффективен? И вообще может ли быть такое? Ну, вот сейчас там будем считать, что действительно условные цифры, но все-таки. Я помню, что в феврале мы обсуждали с господином Костиным из «Единой России», что у них было 27 процентов. Он говорил, где 27, там 30, это все неважно, погрешность. Сейчас мы уже обсуждаем цифру 15 процентов, которая тоже, вероятно, не совсем правильная, но все равно падение очевидно. Где тот край, после которого уже будет очевидно, что невозможно всех загнать и все подделать? Ну, нет такого края. Еще раз, 27 с Костиной, мы обсуждали, видим, по России, а это по Москве. Понятно, что по Москве у них хуже положение. Я думаю, что нет такого края. Просто, еще раз, это вопрос того, какой ценой это придется делать. Смотрите, вопрос так не стоит. «Единая Россия» получит только, сколько Путин скажет. Это вообще не обсуждается. Мы пока не знаем, сколько он скажет. По этому поводу мы можем сейчас отдельно поговорить, но она получит только, сколько он скажет. Вопрос в том, какой ценой это придется сделать. И тут, конечно, есть некоторые риски, потому что чем сильнее вы давите на людей, чем сильнее вы их заставляете, тем, конечно, больше риск, потому что они начнут табилизовываться. Смотрите, мы сейчас находимся в точке фактически старта предвыборной кампании. Мы же пока не видим, что будет делать какая-то оппозиция. Как будет нам объединяться? Как будет работать умное голосование? На кого оно будет работать? Куда пойдут все эти люди? Я обратил внимание на то, что даже вот в этом опросе, если к нему относиться так с вниманием, там большое количество людей, оно увеличилось, которые сейчас не понимают, за кого они будут голосовать и вообще находятся в таком, как бы, ну, пока что в состоянии ожидания. Там больше 50% вообще не знают о том, что будут выборы. Так что это, в общем, только стартовая оппозиция. Единая Россия сейчас молится на то, чтобы ничего не случилось, что спровоцировало бы ситуацию, похожую на 2019 год в Москве. Если ситуация будет похожа на 2019 год, они проиграют там очень много округов в Москве. То есть мы пока только на старте находимся. Вы имеете в виду 2019 год, вот эти вот выходы на улицы после того, как не были зарегистрированы московские депутаты потенциальные, да? Да, выборы в Мосгордуму, на которых они выступили, в общем, неуспешно относительно того, что они планировали. А сейчас ситуация, конечно, больше существенно ухудшилась в электоральном смысле для них. И если что-то подобное будет, если будет какая-то встречная мобилизация, если будет какое-то движение в Москве или уж тем более за пределами Москвы, то они проиграют очень много округов. По крайней мере, они их по цифрам проиграют, да? Дальше они могут принять решение, что они не хотят ничего проигрывать, они просто все нарисуют. Но это будет как бы повышать издержки. Вы упомянули очень важный момент о том, сколько Путин скажет, столько потенциально и проголосует, да? Сколько вот будет в результате. Но мы все помним историю с Лукашенко, который сказал очень много. Вот эту вот цифру, которую он назвал космическую, фантасмагорическую, ее даже никакими мистификациями и подрисовками не удалось закамуфлировать. И, собственно, люди вышли, и началось вот это протестное движение в Беларуси. Как вы считаете, учитывает ли опыт Лукашенко, Владимир Владимирович Путин данной ситуации? В двух смыслах. С одной стороны, действительно, Путин, собственно, и давал понять, что так, как Лукашенко делать не надо, не надо валять дурака, нужно относиться серьезно ко всем этим вещам. Поэтому, ну да, мы видим, что даже Единая Россия пытается там как-то вот действительно что-то делать, чтобы не допустить такую ситуацию. С другой стороны, ведь опыт Лукашенко еще говорит о том, что сколько у вас людей на улицу не выходит, ну вы просто как бы начать в них стрелять. И как бы они успокаиваются. Поэтому это неоднозначная история. Я полагаю, что есть некоторые сценарии, при котором при как бы эскалации обстановки, да, если Путин, грубо говоря, почувствует, что, скажем, что элиты задергались, что они не вполне готовы там полностью все за него положить, он может поставить вопрос ребром и вообще превратить это в еще один плебисцит. Например, там возглавить список или так или иначе поставить вопрос о том, чтобы Единая Россия получила гораздо больше места в парламенте, чем у нее есть сейчас. А как вы думаете, будет ли он, вот вы начали про это тоже говорить, будет ли он использовать себя как вот это вот, как символ веры, как символ любви. Любишь меня или не любишь, голосуешь или не голосуешь за Единую Россию? Будет ли он себя так вот класть на рельсы в данной ситуации? Это еще раз, это зависит от того, насколько он чувствует ситуацию ненадежной. Смотрите, он с каждым, как бы, ну, в правлении, он все чаще организует эти плебисциты, потому что они ему нужны для того, чтобы, грубо говоря, купировать всякие брожения там в бюрократии, в элитах, но и в массах тоже. Потому что он знает, что вот сейчас мы им покажем, что за меня 80 процентов, и все, они, значит, успокоятся. Ну, они успокаиваются, но ненадолго, да. В прошлом году он вроде показал, что за него там, сколько, не знаю, больше 100 процентов. И уже к осени опять разговор начался снова, появился Навальный и так далее. Если Путин будет чувствовать опасность по тем или иным причинам, он поставит вопрос ребром и потребует очень высокого результата для Единой России, считая это, как бы, ну, требованием демонстрировать лояльность ему лично. Спасибо большое. Это был социолог Григорий Юдин. Мы обсудили социологический опрос Левадо-центра, связанный с популярностью Единой России, которая резко падает.